Восторг публики и рёв в турбин в подмосковной Кубинке. Там отметили юбилей двух пилотажных групп. Старежи и русские витязи принимали поздравления с 25-летием и демонстрировали, каких высот достигли за четверть века. Самые яркие кадры у Тимура Сиразиева. Небо, Кубинка, пируэты. Такие чудеса на виражах увидишь только здесь. В свой юбилей лётчики сами дарят всем подарки. И этот праздник авиации надолго останется в памяти тех, кто сегодня пришёл сюда. Это нужно видеть. Зрители очарованы. Кажется, до самолётов рукой подать, а трёва двигателей дрожит земля. А эти фигуры высшего пилотажа больше похожи на полёт фантазии. Такое умеют только они, стрижи и русские витязи. Единственные в мире, кто выполняет трюки в воздухе на боевых истребителях. Самолёты крутятся, словно детская юла. Вот только машины эти весят по 30 тонн. А ещё бесконечные мёртвые петли и другие, не менее зрелищные фигуры. Зрителей столько, что пройти сложно. Специально для них здесь вся российская авиация. Модели прошлого и настоящего. Их можно разглядеть во всех подробностях. И, конечно, сфотографироваться. Сколько элементов высшего пилотажа сегодня сделали лётчики, никто не считал. Поздравить друзей прилетела и пилотажная группа «Беркуты» на вертолётах Ми-28. Их полёт вместе с тяжёлыми истребителями Су-27 стал одним из главных украшений праздника. Машины абсолютно разные. Самолёт летит на минимальной скорости, вертолёт на максимальной. Один навстречу другого, и они сталкиваются практически. Тут разлетаются. Салют, фейерверк. Лучше шоу я не видел. Такие чувства переполняют нас. Как это всё можно выполнять? Это необыкновенно. Это такое мастерство. Здорово очень. Небесное шоу длилось три часа. И всё это время зрители стояли буквально разинув рот. Когда самолёты приземлялись, они проезжали мимо гостей праздника. И каждый раз лётчиков встречали аплодисментами. Так зрители выражали своё восхищение тем, что пилоты делают в небе. Тимур Саразиев, Валерий Жичкин, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов. Первый канал.